Всем привет! С вами Шима, рада видеть вас на своем канале. Очередной влог. Сейчас еду на открытие своей выставки, вернее, не своей выставки, а выставки, в которой я участвую. Ассоциация женщин-художников проходит она в Молгеларис, это Федерация, Британская Федерация Художников. Собственно, где все основные выставки проходят от всех союзов. Это вот очень мне понравилось в том году. Прям вот очень. Такие хорошие были работы, абсолютно разные. И вот сейчас посмотрим, как в этом году, потому что я еще не знаю. Она открылась вчера, сегодня просто приватвью и объявление победителя. Пришла на выставку, несмотря на то, что рабочий день 11 дня, смотрите, сколько людей на нашей канале, вообще, тьма. Церемонию ведет принцесса Кента, она будет вручать призы победителям. Ну что, получила Настюшка приз. Выиграла. Тысячу фунтиков мне подарили. Приятно. Вот этого автора я показывала на прошлогодней выставке от сообщества художников этого. Очень мне нравится. Ну что, красивая графика. И как это все красиво, благородно по фактурам. Такая бархатная текстура, вот этот синий просто чума. Она очень любит вот этот цвет использовать. Как вот тут красиво все по рефлексам сделано. То есть живописная графика, очень красиво. Как уже говорила, мне нравится, что здесь абсолютно разные авторы имеют их стилю. То есть нету привязки к какому-то стилю. Вот там далеке мои ручки, а приз я получила за портрет Кира на Magic Light. Ко мне подошло жюри, сказали, что выбирали между двумя руками и Кираном. Очень, конечно, это приятно, что говорить. Тут авторы есть, которые со мной на следующей неделе будут вместе на СААЧ-выставке. Это Авер Арт Фейр. Классно же. Скульптуры есть. Очень классные. Я все прям снимать не буду, просто на чем-то заострю внимание, что мне прям понравилось. Потому что мы тут с детьми, всего не снимешь. Ручки мои висят. Они, конечно, не очень хорошо освещены. Очень красиво. И прикольно, что разные текстуры тут. Летающие соковыжималки тоже прикольно. Узнала я про вступление. Мне сказали, что у меня есть вариант вступить в этот союз. Я, наверное, вступлю, потому что мне, в принципе, нравится, что они делают. И их состав художественный мне тоже очень нравится. Поэтому красивы вот эти абстракции по цвету. Поэтому, думаю, наверное, буду вступать. Потому что у меня два года подряд у них берут работу сюда. Я не думаю, что какие-то проблемы со вступлением будут. Реалистичные портретики. То есть вот абсолютно в разных стилях работы. Есть и графика, и живописи, и скульптура, пастель, акварель, масло. И скульптура, и скульптура. Все очень хорошие. Большущий хост. Два с половиной, наверное, два с половиной. И сына. Мы подождали, так что людей чуть-чуть поменьше стало, и то, посмотрите, сколько народов. Я еще даже не видела, где моя вторая работа висит. Сейчас посмотрим. Бабочки кайфовые. Они, причем, совсем не детальные, но смотрятся издалека реалистично. Холстки, а почему бы и нет, кстати. Масло, масло, варень. Темперов. Фактические работы. С текстурками. Художница была в том году со мной на выставке. У нее тоже был такой же огромный, тоже автопортрет. У нее одессионечка. Ну, видно, как бы, что человек знает цену. Ладно, другие залы попой же запишу. Вот такие уже, без рамочек. Я вышла на рамку не одевать. Второй зал. Мне тут нравятся скульптуры. По общему ощущениям в том году, конечно, посильнее было. То есть общий уровень был намного сильнее. Хотя тут, конечно, тоже много хороших работ. Вот тот автор мне понравился. Это тоже интересная работа. У меня в том году в этом зале одна из работ висела. Есть и такие штучки. Отсвечивает немножко. Тут мне нравится работа с текстурами. В том году не было ее, эта художница. А в этом две работы большие. Мне нравится, как кисть ведется. То есть понятно, что тут рисунок все-таки, скорее всего, был переведен. Но вот именно работа кистью вообще мне нравится. Как скетча. Это надо уметь все-таки. Это не каждый может. Я говорю именно про контуры вот этого вот. Все. Вот эти тоже мне понравились. Детские штучки гипсовые. Вот такое бы я все, думаю, на стенку спокойно повесила. То есть мне нравится. Красиво смотрится. Вот это вот тут шесть работ. После выставки решили зайти в Type Square. Я ни разу тут не была. Вот мне подругу посоветовала. Сейчас покушаем. Посмотрим. Мы с двумя ляльками. Так что ничего. Ирина. Приятно всем познакомиться. Иринин портрет, кстати. Ирина, вы видели наверняка на арт-канале у меня есть и в инстаграме. Скоро будет еще вот этого красавца у нас портретик. Ой, эти ботики. Ничего. Сейчас пойдем внутрь. Зоска тут лежит. Зози. А? Человек улыбун. Круассан. Пришла мне посылка из Джексонс. Взяла там себе рак для картин. То есть такая подставка для картин. Готовлюсь к выставке Давра Арт Фейер. Отца Ач, которая будет проходить Виктория Хаус в октябре. Там будет большой стенд с моими работами. Вообще всем советую. Я каждый год стараюсь снимать Давра Арт Фейер. Из предыдущего осеннего из Виктория Хаус я вам снимала тоже видео. Я буду первый раз в нем участвовать. И вот эта вот штука будет сбоку. То есть у меня будет стена, где будет много работ. Закончила. Вот эти веревочки осталось мне написать. Они пока мелом нарисованы. Потому что я для другой выставки. Она будет участвовать еще в одной выставке. Мне надо было сделать фотографии срочно. Веревочки я не успела написать. Поэтому быстро провела их мелом. Но я не знаю, либо так оставлю. Может быть уберу, либо напишу маслом. А так-то там уже все готово. Вчера ко мне приезжал заказчик. Я писала этюд на заказ. То есть писала. Ну вот он сидел у меня, позировал. Я его писала. Будет, кстати, тоже на канале. Либо уже есть. Не знаю, в какой очередности будет влоги. Вот эту штуку открою. Не уверена, что я буду собирать. Потому что логично мне ее собирать уже на месте. Это штука итальянского производства. Такая вот так она будет выглядеть. И она 80 сантиметров длиной. И у нее широкая база с резиновой прокладкой. Такой, чтобы не скользили рамы. И тут у меня скотч. Бумажный скотч, чтобы заново обклеить. Сзади работы они прилично выглядели. Вот даже будет работа на продажу. И на всякий случай взяла вот таких крепежей. Не думаю, что они вообще мне понадобятся. Но пусть лучше будут. Потому что день выставки уже будет поздно. Куда-либо за ними ехать. А, мне еще нужно купить... Мне еще нужно купить шурупчики, чтобы ввинчивать работу. Работу на стенд буду крепить шурупчиками. Вот это очень тяжелая штука. То есть вообще обычно вот эти штуки, они, во-первых, и дешевле в 10 раз. Вот это стоило 120, что ли, фунтов. То есть, ну, или 110. Ну, короче, районе 120-110 фунтов. Это дорого для этой вещи. Но она такая надежная мне нужна была, чтобы я и холсты туда могла ставить. Тяжелая работа могут перевесить. И все это грохнется. А я не хочу все время за этим следить. И вот эти хлопушки на Амазоне по 30 фунтов есть. Ну, за 60 вообще такая будет красивая. Вот так выглядят флайеры. Очень крутое, конечно, качество печати. Поэтому у них все время и печатают. Шрифты можно любые выбирать, любой дизайн. Есть уже готовые у них флайеры. Но я сама делала дизайн. В прошлых у меня была вот эта серая. Сейчас я решила сделать черным таким, почти черным, темным. А вот эта страница с текстом была в прошлый раз такая же. Работу графическую поменяла. Я сделала здесь живописную работу, здесь графическую. Для того, чтобы люди знали, что я работаю и в той, и в той технике. И не только односторонние воспринимали. Потому что на стенде у меня будут только живопись. А вся графика будет стоять вот в этих уголках. Углах будет стоять в таком раскладной штуке для работ, которая сбоку будет стоять. Но потом я буду снимать выставку, как она будет проходить. Покажу, как организовала свой стенд. Добавила здесь вот эти четыре пункта. Поэтому я, собственно, и перепечатывала только из-за того, что не было актуальных новых выставок, передач и так далее. Сейчас они все здесь. То есть любой человек возьмет. Кто заинтересовался, может узнать, кто я такая. В принципе, не могу сказать, что это прям бешеных денег стоит. Нормально это стоит. Обязательно смотрите акции. То есть у них есть акции. Например, вот эти флайеры я заказала со скидкой 50%. У них часто очень проходят сейлы на 50%, на 25% есть, по-моему, всегда. У них есть такая... Заходите у них на сайте, где описаны разные акции. Берите оттуда промокоды. Прямо на этом же сайте у них они есть. Потому что если кто-то на это не обращает внимания, они заказывают, никакой скидки не будет. А так вы вводите промокод, и у вас сразу же скидка 50%. Это мелочи приятные. Подготовка к очередной выставке. Достаю работы. Достала холсты все, которые планирую вешать. Вот этот одну из них только повешу. И, наверное, вот эту поставлю вот в эту раму. Потому что это один размер. Точно такой же холст достала для заказа. Буду писать вторую часть диптиха. Там у меня вот этот мой еврей с девушкой с иракезом. Тут у меня ручки написаны. Еще несколько холстов приедут с двух других выставок, которые сейчас идут. Все в Лондоне, все в Лондоне, кому интересно, пишите. Но я дам объявление, где, собственно, будет Tower Art Fair.